Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии Азис Медиа в городе Хайфа прекрасный гость Борис Грисенко, раввин мессианской общины из города Киева. Добрый вечер, Борис. И вам аналогично. Мы продолжаем нашу прекрасную беседу. Мы говорили о общинах мессианских, мы говорили вообще о мессианском движении. Итак, откуда же мы остановились, сделали паузу на истоках, как все начиналось, как все происходило. И мы подобрались к местам из Писания. Где, что, как говорится об этом? Совершенно верно. Ну, мы уже упоминали ключевое пророчество о Новом Завете из 31 главы Иеремии. И обычно оно цитируется, начиная с 31 стиха, еще пару стихов. Но на самом деле все это пророчество, оно продолжается как минимум до конца 31 главы. И там говорится о том, что завет с Израилем, вот тот новый завет, который будет заключен, он только подчеркнет вечную избранность избранного Божьего народа. Потому что, несмотря на грехи, на отступление Израиля, Бог никогда его не оставит. И более того, там вообще потрясающие вещи сказаны. В определенной мере они повторены в 33 главе Иеремии, что вечность избрания Израиля Богом, она напрямую связана с вечностью тех законов, которые содержат Вселенную, по которым Вселенная существует и движется. И это, конечно, совершенно уникальное заявление Бога. И я смелюсь сказать, что хотя мы все знаем сильнейшее обетование, что Церковь есть столб и утверждение истины. И никакие там врата Ады ее не одолеют. И также вот эта община Божьей всех народов, новозаветняя, она устоит до конца времен и потом будет царствовать вместе с Израилем Божьим в вечности. Но нету такого обетования и такой связи в Библии, которая бы связывала вечность общины Божьей всех народов с законами Вселенной. Это очень интересно. И это именно часть пророчества о Новом Завете. Понимаете, на самом деле, то, что мы говорили о восстановлении, это все касается восстановления библейских истин. То есть нету связи вот этой общины с вечностью, но есть связь Израиля с вечностью, правильно я понимаю? Нет, есть связь общины Божьей, новозаветней общины из всех народов с вечностью. Но вот нету такого экстремального Божьего обетования и заявления о том, что эта вечная связь, она как бы гарантирована вечностью законов Вселенной. То есть речь идет о взаимосвязи с законами Вселенной. Вот этого нету по отношению, условно говоря, с церковью. А о чем идет речь? Что связывает Израиль? Ну как? Слова Бога. Вечные слова живого Бога, который говорит, если можете отменить эти законы, тогда народ Израиля перестанет быть особым народом перед моим лицом навсегда. Я говорю о 31 и 33 главах Еремея. Да, давайте тогда прочитаем. Мы можем просто прочитать, потому что для простоты. Угу. С 31 стиха вот наступает, не говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Ягуды, Новый Завет. Дальше знаменитые идут три стиха, с 32 по 34, все, я сейчас обращаюсь к христианам, все христиане их знают. И потом продолжение. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения, днем, уставы, луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Вот, Господь Савуов, Адонай Цабоов, имя Ему. Если эти уставы перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом передо мной навсегда. То есть, другими словами, никогда. Никогда такое не произойдет, пока земля существует, пока вселенная стоит. Совершенно верно. И нечто подобное повторено в 33 главе Иеремии. Мы можем тоже это процитировать. Тут вообще пророческие слова. И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. Что же это за народ такой интересный? Который говорит о всех племенах Израиля. То есть, о племенах Ягуды и Беньямина, составлявших в первую очередь Южное Царство, и о коленах десяти племен, составлявших Северное Царство. Этот народ говорит те. Это народ, который не относится к ним. И, конечно же, коленолевия там включена. Вот. Это пророчество о тех временах, когда будет некий народ. И народ, для которого Бог Израиля будет Богом. Господь Саваоф будет Господом Саваофом, который будет тот народ. Он будет верить в определенной мере Библии и будет верить в избрание Израиля. Но потом этот народ скажет, а вот теперь Господь отверг эти два племени. То есть, весь Израиль. Отверг. И через это они презирают народ Мойхи, как бы он уже не был народом в глазах их. Когда это исполнилось? Риторический вопрос. Мы прекрасно знаем, что это, вот эти условия впервые и на протяжении многих веков затем исполнялись, к сожалению, в среде различных исторических церквей. И что же им отвечает Господь? Так говорит Господь, если завета Моего о дне и ночи и устава в небо и земли я не утвердил, то и племя Якова, и Давида Рабама его отвергну, чтобы не брать более владыки из его племени для племени Авраама, Ицхака и Якова, ибо возвращу пленных и помилую их. То есть, мы так понимаем, что в этом месте Писания говорится о народе, скажем так, уверовавшем из язычников и о Израиле. Совершенно верно. Другого понимания тут не может быть. Могут быть сомнения, а что это за народ, уверовавший из язычников? Но обязательно уверовавший в Господа и уверовавший в то, что Израиль был избранным народом, а потом был отвергнут. Но это потрясающие стихи, потрясающие пророчества, потрясающий диалог Бога с таким народом, который по-своему верил в Бога, по-своему верил в Библию, но значительную часть библейских пророчеств и обетований отверг, переписав их на себя. Знаете, это напоминает в определенной мере какие-то махинации, которые так часто на территории бывшего союза осуществляют различные квартирные мошенники или, скажем, дальние родственники, которых приняли владельцы жилья на свою территорию, которых там прописали, а те потом жульническим путем выписали хозяев и сказали, убирайтесь вон из нашего дома, он теперь не ваш, а наш. То есть, другими словами, мы можем сказать, что отвержение избранности еврейского народа, отвержение избранности Израиля в христианской среде мы можем поставить знак тождества, знак равенства с мошенничеством. Ну, безусловно, но там мошенничество просто, можно сказать, ограбление хозяев и выселение их из их законного жилья, а здесь такое теологическое мошенничество, которое привело к страшным страданиям, страшным страданиям среди еврейского народа, но не только, среди самой церкви, потому что это отвержение Божьей воли, Божьего плана, Божьего выбора, неоднократно подтвержденного как вечный, привело к тому, что впоследствии начались ужасные разделения, после этого отделения от, можно сказать, еврейской маслины, или, как некоторые говорят, еврейских корней, начались ужасные разделения в теле самой церкви из язычников, и мы отлично знаем, что нет в мире религии более разделенной внутри себя, чем христианство. Ну, а как же быть с такой вот теорией, которую здесь мы называем теорией замещения? Вот она, она ясно представлена пророком. То есть, на самом деле, вот именно о ней идет речь. Вот именно о ней идет речь. То есть, о том, что заменяется Израиль церковью, когда мы говорим, что на самом деле везде идет речь уже после отвержения Ешуа израильским народом речь идет уже не о Израиле, а о церкви. То есть, мы читаем Израиль, читаем Ленин, подразумеваем партию и наоборот, читаем Израиль, подразумеваем на самом деле церковь. То есть, это все обман. Что именно обман? Вот такая теория, такой подход к богословию. Это не просто обман. Это одна из самых главных трагедий в истории человечества. Не только в истории церкви еврейского народа, а истории человечества. Потому что на самом деле история всего человечества связана с историей двух сообществ, двух, условно говоря, общин еврейского народа и общины Божьей из всех народов. И когда сначала с еврейской стороны, а потом с церковной и все более церковной и в гораздо более жесткой степени церковной стороны произошло это взаимное отвержение, это было как трещина в доме. А этот дом был центром человечества со всеми вытекающими последствиями. Ну, хорошо. Ну, вот произошла поломка такая. Каждому интересно, если человек осознал, что первый этап это осознание проблемы, если человек осознал, что да, вот, прочитал Писание, получил откровение, что заблуждался, а что дальше? Вот мы говорили в самом начале, вернуться к еврейским корням. Что это значит? Как вернуться? Куда вернуться? Я сказал о трех направлениях восстановления, которые шли буквально впритык одной за другим, начиная с конца 19-го столетия, и которые сейчас стали массовыми и в отношении еврейского народа, и в отношении верующих Нового Завета, так или иначе влияют на весь мир. И теперь я хочу поговорить о том, как эти восстановления начинают все более смыкаться друг с другом. Мы мессианские верующие все помним наизусть Римлянам 1.16, где Рав Шауль, он же величайший апостол язычников, народов, Павел пишет «Ибо не стыжусь благовествования Мессии, которая сила Божья ко спасению всякого верующего, каждого верующего, любого верующего, любого, кто верует, но он не ставит на этом точку, он дальше пишет порядок этого благовестия, во-первых, иудея, то есть, во-первых, еврея, и затем эллина, или затем остальных, потому что эллинами в тогдашней римской айкумене назывались все ее обитатели, за исключением иудеев, а те, кто были вовне, это были варвары, вот, но варвары упомянуты перед этим стихом, так что здесь апостол Павел Духом Святым он описывает тот неизменный Божий порядок, который провозглашен Новым Заветом и который был потом отменен руководством исторических церквей. Мы живем в то время, где по милости Божией этот порядок восстанавливается, когда этот порядок начал восстанавливаться, по крайней мере в умах ряда верующих, когда люди задумались о том, что это же написано не в переходный период, когда были написаны Евангелия, это послание к римлянам, это можно сказать квинтэссенция Нового Завета, вау, когда с этой точки зрения люди увидели послания Галадов, Галадам вторую главу, где ясно описано, что уже можно сказать на пике акме апостольского века было два основных направления благовестия. По-прежнему основное направление благовестия было к иудеям, к евреям. И это уже считайте где-то середина первого века. Это не тридцатый год, не сорок, это где-то уже середина середина первого века. Или даже уже то, что перевалило за эту середину уже где-то пятидесятые годы. и второе направление ко всем остальным. При этом основная часть апостолов по-прежнему была нацелена, я здесь не говорю в первую очередь, это было направление, и если язычники подключались, слава Богу, если нет, ничего страшного. Вот, а вторая линия была представлена двумя апостолами, Шаулем Павлом и Барнавой. Ну, как бы, по крайней мере, на тот момент для всего мессианско-христианского мира разные весовые категории. Сейчас-то мы по-другому смотрим. И мы при этом учитываем, что и второе направление свое благовестие язычникам совершало в первую очередь направляясь к евреям. Когда все это, все эти пазлы складываются, я не хочу много других мест Писания упоминать, ого-го-го, мы начинаем понимать, что для восстановления полноты Евангелия и полноты силы благовестия, мы должны восстанавливать новозаветный порядок этого же благовестия. И в этом, конечно, едины все еврейские мессианские общины, независимо от своих корней, независимо от географического расположения, от культурных особенностей, от оценки того, как они должны строить служение, в какой мере это должно быть литургично и так далее, и так далее. И это благовестие, на данный момент, этот порядок благовестия, он в основном восстановлен именно в еврейских мессианских общинах. Но подождите, оказывается, если мы изучаем Новый Завет непредвзято, то это был общий порядок благовестия абсолютно для всех, включая главного апостола язычников. Так что это только начало восстановления. Ну а практически что делать? Вот у нас есть три человека. Один, допустим, у нас обычный христианин, не еврей, который ходит спокойно себе в свою конфессиональную какую-то общину, будь то харизматы, баптисты, пятидесятники, католики, православные, множество других. Что вот ему, например, дальше, вот он узнал это, что ему делать? Бросит все пойти в мессианскую общину. Вы знаете, в нашей общине у нас три раза в году проходят такие молитвенные ретриты на 6-7 дней с постом и к нам приезжают делегации из самых разных мест Украины, других стран бывшего союза Европы, Европы, Америки, Израиля. И мы всегда предупреждаем людей. То, что вы услышали здесь, то, что может быть зародилось в вашем сердце или в вашем разуме, не должно быть фактором разделения в вашей церкви или общине. тем более, что понимание и, скажем так, нюансы этого понимания, они могут быть действительно самыми различными. И мы предупреждаем людей, когда вы возвращаетесь в свои церкви, в свои общины, не начинайте действовать так, как будто вы знаете больше всех. Согласовывайте свои действия действительно с вашими наставниками, с духовным руководством вашей общины, вашей церкви. И если вы считаете, что вам открыто то, что им пока не открыто, ничего страшного. Потому что в то же время точно им что-то открыто, что вам пока не открыто. А что-то им делать надо, какие-то шаги предпринимать? Всегда для начала верующие из различных церквей могут молиться о том, чтобы им продолжало открываться Писание. Могут молиться о том, как оставаясь верными меченами своей церкви, своей общины, они могут реализовать это во благо не только тем потенциальным евреям, которым они могут принести Евангелие, но во благо своей духовной семьи, где они находятся. И им нужно молиться за то, чтобы вот это ясное библейское понимание, то несомненное, что ну просто невозможно оспорить открывалось в их общине и другим. Уважительно делиться этим с руководством общины и иметь терпение. Ну, хорошо, если мы говорим о людях разных народов, разных племен, а если мы говорим о человеке из еврейского народа, который возможно был в какой-то другой конфессии, вдруг он понимает, узнает о еврейских корнях, как ему поступать, что ему дальше делать. Или то же самое, или нет разницы. Послушайте, послушайте, скажите, пожалуйста, вы знаете, я вместо какого-то такого по пунктам жесткого ответа на этот вопрос, я расскажу, как наша община приобретала опыт в этом направлении. Так получилось, что наша община со второго года своего существования ввела самые жесткие правила перехода к нам людей из других церквей или мессианских общин Киева, из которых теоретически возможен был этот переход. на протяжении многих лет, насколько мне до сих пор известно, ни одна из церквей или общин такие правила не вводила. Ряд церквей вводили правила, что нужно благословение пастора, но мы еще ввели испытательный срок, вначале полгодового, потом годичный, и мы буквально ставили барьеры. Если человек, он нашел Господа в определенной общине или церкви, и он движется за Господом там, и вот он попал каким-то образом в нашу общину, и что-то его, как говорят, задело, что-то ему открылось особенно, и он думает, мое призвание в полной мере осуществится только здесь. Кто знает, может быть, это от Бога, может быть, нет, может быть, это первая плоская реакция на что-то хорошее, что он здесь пережил. Теперь, мы говорим такому человеку, еврейское служение, еврейское новозаветное община сама по себе не для всех. Но, если вас Дух Святой затронул, вам нужна проверка, вам нужно время, чтобы удостовериться, что это не скороспелая эмоциональная реакция, но что это действительно духовное решение. И также нужно благословение вашего наставника, вашего пастора. Но, если мы говорим о жизненной важности, возвращении к корням, к истокам, и вдруг человек находился в такой общине, в которой никак в это дело не верили, не понимали. я говорю о тех церквах или общинах, из которых такой переход хотя бы теоретически возможен. Конечно, если человек находится в такой церкви или общине, где полностью отметается вот это еврейское восстановление. Ну да, работает вот та самая теория замещения, которую мы говорили. Если, ну, в Киеве есть такие, не буду называть конкретно или какой конфессии принадлежат, и где говорится о том, что никакого израиля, что вы морочите голову, да я вас перестаньте. Все вот то, что хорошее было по отношению к Израилю, теперь это по отношению к церкви. Расслабьтесь, забудьте. Это все галатийская ересь. Они вас там обрежут на циркулярной пили, будете как какой-то колобок кататься. Конечно, к большому сожалению, но мы не можем требовать благословения. Мы вначале даже из таких общин требовали. В частности, из на тот момент существовавшей такой, знаете, ортодоксально баптистской еврейской мессианской общины. А для них мы были какими-то общими... Вот. И мы не принимали без благословения их раввина. Чем это закончилось? Люди, которые начали к нам идти, они оттуда ушли разочарованные, а мы их не приняли. У них было двойное разочарование. Это просто один из примеров. Вот. Поэтому, конечно, из таких общин церквей, где невозможно такое благословение, мы, к сожалению, не можем его насильно требовать от их руководства. С другой стороны, испытательный срок все равно остается. Ну и третья категория людей. Вот мы поговорили о христианах из народов, мы поговорили о евреях, которые были в определенных конфессиях. А третья категория, ну давайте возьмем для примера человек из еврейского народа, который ходил регулярно, как по праздникам, как принято в синагогу, и тут вдруг он где-то услышал о Ешо, ну казалось бы, куда ближе к корням, чем он. Так что ему бросить там, или там ему тоже нужно попросить благословения от Римина. Вы имеете в виду синагогу в одном истечении иудаизма, которых Ешо не признается в силу. Совершенно верно. Ну а как вы думаете, а тамошние раввины могут благословить такого еврея на переход в еврейскую миссию? Ну конечно же нет, вот о том и речь. Так я до этого уже дал. То есть тогда получается человек открыто идет на некий конфликт и выходит оттуда. Он может не идти на конфликт? Уйти по-английски не прощаясь. Это тоже вариант. Зависит от человека. Ну и хотелось бы наверное напоследок задать такой вопрос, который нельзя в наше время не спросить. Мы все смотрим телевизор, слушаем радио, читаем газеты и слышим войны, военные слухи, то есть то, что Библия нам говорит о последнем времени. как вы относитесь к этому, как об этом мучит мессианская община? Вот так ли это сейчас это последнее время? Будет ли это буквально, будет ли это как-то иначе? Какое у вас понимание? Я не силен в эсхатологии, но для меня совершенно очевидны некоторые простые признаки действительно уже с самого последнего времени это проповедь Евангелия среди действительно совершенно всех народов, каждого народа, чего еще ну не то, что почти нет, а далеко нет. И действительно духовный взрыв среди еврейского народа, когда массово евреи будут восстановлены в на предварительном этапе мессианского царства, то есть когда это царство еще не пришло в силе и славе, когда оно еще не пришло очевидно с триумфальным возвращением мессии, евреи уже будут принимать своего царя, своего машеха как такового массово и действительно позволят Духу Святому совершить тот взрыв силы воскрешения, о котором говорится в ряде мест Писания в третьей главе Деяния апостолов, в одиннадцатой главе послания к римлянам и в целом ряде других мест Писания. Я специально привел только два места Писания из Нового Завета. Вот и оба эти признака они только на подходе. Поэтому те, кто говорит, что Мессия может явиться в любой момент, мне кажется, им надо более глубоко исследовать Библию. То есть время еще много Время последнее, но не окончательно последнее. Собственно говоря, роль еврейских мессианских общин как среди еврейского народа, так и в самом едином теле Мессии из всех народов она будет возрастать по мере приближения к концу времен. Для меня даже не суть важна название еврейских мессианских общин может быть впоследствии будут какие-то еще другие названия. Но суть понятна. Это общины новозаветне еврейские. Причем совершенно нормально, что в эти общины также входят и не евреи. Понятно, что они должны быть еврейские, но не является нашей целью иудоизировать язычников. Это тоже надо учесть. Это просто замечание по ходу. На самом деле восстановление порядка благовестия оно также ведет к восстановлению самого тела Мессии. И когда мы читаем одиннадцатую главу послания к римлянам, знаменитый двадцать пятый стих, который говорит о тайне Израиля и о тайне отступления большинства иудеев. там вставлено слово число, но в оригинале этого слова нет. А прилагательные, полные, на самом деле это существительная плерома. И это существительное точно такое же употреблено в двенадцатом стихе по отношению к евреям. И когда говорится там о плероме, то говорится о духовном восстановлении Израиля. Соответственно, мы можем смело говорить, что и в двадцать пятом стихе той же главы, когда слово плерома полнота, цельность в определенной мере употреблено по отношению к народам, к язычникам и к совокупности верующих из народов, то здесь говорится о том времени, когда церковь из народа войдет в свою полноту, войдет в свою цельность. А что под этим подразумевается? Вот это вопрос которому можно посвятить несколько передач. Но, по крайней мере, из самой одиннадцатой главы римлянам следует, что это невозможно без восстановления сильной, живой, активно действующей еврейской составляющей в этом теле. То есть, это один из важных критериев. Один из важнейших критериев. Но тут получается движение по спирали, восхождение по спирали. Потому что, если не будет восстановления живой, активно действующей, растущей, развивающейся, еврейской составляющей в этом теле, то невозможно достижение полноты всем телом. А если не будет достигнута полнота всего тела, не исполнится пророчество о том, что отступление среди большинства евреев закончится и весь Израиль спасется. И в этом плане очень важный 24 стих 11 главы римлянам, где верующим из язычников Дух Божий через апостола прямо говорит. Послушайте, ребята, он не говорит конечно ребята, послушайте, если вы отломились, отделились от дикой маслины и вопреки природе привились к культурной хорошей маслине, то есть еврейской маслине, к тому самому корню, к тому самому и которая питается от корня, от этого еврейского корня, то тем более, тем более отломившиеся еврейские ветви, потом они привьются к своей природе. и это то, что на данный момент звучит каким-то вообще нонсенсом, каким-то вообще просто даже трудно понять, что пишет здесь апостол, потому что все знают, что благовестие евреев может быть самое трудное. а здесь написано, что восстановление отломленных еврейских ветвей должно произойти и будет происходить, тем более по сравнению с привитием ветвей из различных языческих народов. В чем же дело? А вот как раз в этом же стихе ответ. Там написано, что тем более эти природные привьются к своей собственной по природе маслине. То есть другими словами? То есть маслина, которой они прививаются, должна быть еврейской. Должна быть еврейской и в то же время эти люди, эти ветви они должны принять Ешо. То есть получается вот это сочетание, это синергия прежнего и нового. Вот даже если мы возьмем только 11 главу, там много вопросов, причем они заданы в таком можно сказать традиционном ключе. можно сказать в таком можно сказать даже в определенном таком мишнаитском ключе, если так можно выразиться, в такой мишнаитской дискуссии. Вот. Не дискуссии характерной для там гемары, а вот именно мишнаитском. и это такой традиционный стиль мышления и рассуждения, который был присущ еврейским мудрецам того времени, эпохи второго храма. И идет это рассуждение, обращенное к верующим из язычников. Им задаются вопросы. те вопросы, часть из которых задавались ими еврейским апостолам. И затем на эти вопросы даются новозаветные и танохические согласные сторой пророкам Кетувиим ответы в том еврейском стиле, который был присущ культуре дискуссии Израиля в то время. И эти ответы стали Библией, стали Божьим Словом. То есть в принципе мы и говорим, мы постоянно возвращаемся к тому, что речь идет о еврейских писаниях для в первую очередь еврейского народа. Ну а как практически быть людям приходящим ныне сегодня в мессианскую общину? Стоит ли им следовать каким-то практическим нормам, как соблюдение шаббата или нормы кашрута? Ну, послушайте, есть самые различные течения в современном мессианском иудаизме. И они имеют право на жизнь и развитие. И я бы не стал говорить, что вот то течение, которому я принадлежу, оно должно быть стандартом для других. Каждый человек, приходящий в те или иные мессианские общины, он определяет для себя, какому из этих течений в едином, я все-таки верю, что это единый поток, ему наиболее приемлемо находиться, жить и служить. Вот. В этом плане, я думаю, достаточно, достаточно выбора. Хватает. Выбора хватает. И слава Богу. И я как раз не сторонник тех мессианских деятелей, которые пытаются всех подогнать под свой стандарт, а тех, которые не соответствуют, объявляют ненастоящими евреями и общины ненастоящими мессианскими и так далее. То есть больше общин хороших и разных. Совершенно верно. Тем более, что очень часто такие служители, они сами представляют такие маргинальные струи в общем потоке. Спасибо вам. Дорогие телезрители за внимание. Напоминаем, в студии Азис Медиа в городе Хайфа был в гостях Борис Грисенко, раввин мессианской общины города Киева. Я думаю, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете смело их писать в наших комментариях здесь, на нашем канале. И мы их обязательно передадим Борису. Ну, если будут ответы, естественно, поделимся с вами. Спасибо большое, Борис. Надеемся вас снова увидеть еще не раз. Большое спасибо. Шелом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова